Расскажите, пожалуйста, о четках ОМ. Если вы не успокаиваетесь, вы не можете никак расслабиться, не можете никак успокаиваться, вам необходимо использовать четкий ОМ. Они созданы для того, чтобы сделать человека более ровным, сделать человека или создать для него предпосылки, при которых он будет заниматься саморегуляцией эффективно. То есть будет успокаиваться быстро, высыпаться легче, психическое состояние будет улучшаться. Вот для этого необходимый четкий ОМ. Также, если в жизни не хватает радости и восхищения, используйте вот такие четкие с символом ОМ, который выписан на них. Подскажите, пожалуйста, как можно с точки зрения эзотерики и магии использовать сухие лепестки роз? Сухие лепестки роз. В случае, если у вас есть розы и сухие лепестки, вы можете взять подушечку и в эту подушечку вложить эти лепестки роз и на этой подушке спать. Считается, что если спать на подушке из лепестков роз, то человек очень долго сможет удержать свою молодость. Тибетская медицина говорит о том, что если соединить все компоненты растения розы, то человек получит эликсир вечной молодости. Для этого необходим корень, колючки, розовый цвет, а также высушенные листья и стебель. Считается, что данное растение, если его таким образом взять в равных пропорциях и варить из этого растения чай, то эзотерически сделает человека бессмертным. Также очень много и очень ярко говорится о крыжовнике. Считается, что крыжовник – это специальный, существует такой рецепт, который эзотерический, который считает, что крыжовник – это не растение с нашей земли, как ни странно. И считается, что крыжовник вылечивает абсолютно все заболевания. Считается, что ягода сушеная крыжовника лечит мозг, кожура от ягоды крыжовника лечит кожные заболевания лица, стебель крыжовника лечит туловище и заболевания легких, сок из крыжовника лечит заболевания кишечника и поджелудочной железы, листья крыжовника лечат кожу тела и убирают воспалительные процессы желез или желез, корень крыжовника делает человека долгожителем. Каким образом необходимо приготовить вот такое вот вещество? Необходимо взять крыжовник и выкопать его вместе с корнем, когда он будет в самом-самом разгаре своего цветения. После этого необходимо его высушить так, чтобы на него не садились мухи. Он должен высохнуть исключительно в темном месте, в сухом месте, так, чтобы не было ни плесени, его переворачивать. После этого очистить корень от земли, после этого все ингредиенты, включая высохшие ягоды, пересмотреть, чтобы не было нигде ни плесени, ни гнили. После этого сделать из этого всего порошок и использовать этот порошок в качестве чая. Считается, что если человек пьет такой чай, заваривая одну столовую ложку на стакан кипятка, то он может продлить свою жизнь на много-много лет. Вот вам от меня совершенно бесплатный вот такой рецепт. Скажите, это доступно для человека? Могу сказать, что очень мало людей, наверное, об этом знает.